Всем здравствуйте! С вами Елена, я с канала Солнечный Курик. Сегодня я вам хочу показать цены на птицу, яйцо на сельхозрынке города Новокурбышевска. Это Самарская область, здесь рядом у нас дача, где мы проживаем. Нам ближе к Новокурбышевску ехать, чем к Самаре. Я уже снимала 16 сентября цены на курицу. И там я поняла, что торгуют не только домашней курицей, но и магазинной. Опаливают ее и торгуют. Но это видео я не выставляла, поэтому я сначала вам в этот раз выставлю видео от 16 сентября, а потом от сегодняшнего дня. Сегодня 18 ноября. Все. Я буду втайне снимать, потому что не очень-то любят. Поэтому, если вдруг палец мой появится в кадре, не обращайте на это внимания. А почему я решила снять это видео? Потому что у нас очень здорово подорожали яйца. В магазинах 100 с лишним рублей я хочу посмотреть, сколько на рынке стоят яйца. Пойдемте со мной? Ну что, постараюсь говорить громко, чтобы вам было слышно. А так, так, я, конечно, снимаю втайне. Так, и сразу идем к курице. Это домашний бройлер, да? Это молоточки, да. С Екатеринкой быстро готовится. И в какую цену? Мне в цену тоже скоро буду делать. А цена какая? 350 домашний. Там хорошо делать. Крестницы? Да, берите вечеречнюю вчера вечером, обрабатывайте свежими. А яйцо в какую цену? 140, по 130 отдадим вам. По 130, да? А уточка в какую цену? За 400. А утка это какая у вас? Это делая, не индук. Была индук. Пекинка которая, да? Да. Жирненькая? Нет. Смотрите. Осенькая, наоборот. Ксала мало. Угу. Не сайдук. Угу. С Екатеринкой. Так, а это у вас? Проданная уже. Это индейка. Индейка такая маленькая, да? Да, это молоденькая. И какую цену индейка у вас? 100 рублей. Хорошая цена. Какую цену ваш бройлер? 350. 350. А там внутри у вас там желудочки, да? Обязательно. Там все как положено. Как домашний бройлер, да? Почему как? Это дома выращен и выведен. У меня промышленный инкубатор. Я занимаюсь 20 лет птицей. А, так вы занимаетесь. А яйцо в какую цену? 130. Вы видите, я даже яйцо не могу сейчас брать. Кутки вот. Резали очень много под закрой. Ой, а сколько у вас лапки стоит? Все, забрала женщина. 150 были. А куриный тоже продаете, да? Все, забрали. 130 были. 130, лапки, да? Завтра приходите будут. Так, а это вот не сушки, которые, да? Петушки молодые, да? А они в какую цену? Курочки, в какую цену они? 400, вот это 400 и 350. Они где-то по килограмму у вас, да? Нет, вот это побольше. Побольше, да? 1,200, где-то 1,100, да? 1,5. 1,5 килограмма. Оно не неслась. Знаете, попадается оно. Ну, 4 месяца вот так. Нет, не побольше. Побольше, да? Мы их вырубаем вот сейчас. Видите, яйцо. Побольше, да? Это как цветной бролер, вот они считаются, да? Это мясо-личное. Мясо-личное, мясо-личное, мясо-личное. А это мясо-личное, а это мясо-личное. Понятно, спасибо. Холоденькие, с потрашками. Внутри потрашка есть, да? И в какую цену они у вас? 350. Овец какой-то приблизительно? 2,2,2,5, да? Хороший у нас аромат. С плавиной нету, 220,2,3,5. 2 килограмма, 130 грамм. Вон у ваших соседей совсем маленькие, шеи почему-то нету. Они такие у нас хорошие. То есть у вас тоже без шеи? У нас шеи, мы как у утки. А почему без шеи тела? У нас же отрубается. Вон и в голову все валяются. А утки в какую? А, нету, да? Вот, перед вами, вверху. Это же все. Мулатки. Это муларды, да? Да, мясные породы. И в какую цену они? 450 надо давать. Так 500 туда, 450 отдавали. По 500, да? Да. А с ногами вы прям отдаете, да? Ну а что, из-за домашних там все. Ноги там по 150? Ну они там весь, я могу их отрубить. Там 10 грамм весь еще. Все, поняла. Можешь, идешь-ка? Нет, пока. А я только пришла. А яйцов какую цену? 150. 150 свежать. 150. Все, поняла. Так, а я у вас тогда колбасу взяла. Все, поняла, вкусно у вас копчености. Я сама все делаю. А, сами делаете? А курочка, курочка в какую цену? 388. Ой, какая чистенькая. Хоть это, помыли опаленку. Вот я что. Да, вижу. Сколько? 370. 380, да? Ой, ну прям очень красиво. Не сушки были. Смотрите. Вот это вот коп 500. Это коп 700. Это 2,5 месяца. Это коп 700, это арбанайклес, который, да? Да. Желтая она такая сама по себе, мясо вкусное-вкусное. А сколько вот она по возрасту ее? 3 месяца. 3 месяца, да? Ну, может быть, там 2-3 месяца. Килограмма 4 она весит, да? 3 с хвостиком. 3 с хвостиком, да? Сейчас принесет еще. Так, а ножки у вас какую цену? 150 обработанные. 150. Да, но они обработанные. Вижу, молодцы. Так, а желудочки? Желудки, печенки, как и кур. 380. 300, 880. 400 в магазине. Это магазин, пятерочки, 400 рублей в желудочке. Да, я вчера посмотрела, нахренелась. Так, а печеночка почем? Давайте смотри. 380, 380. Вот это вот желудки, вот от этих курей, вот видите? Ага, крупные уже, трехмесячных. Да, да, но нет, они, видите, нежирные. От этих курей у меня, по-моему, очень. Нежирненькие они, да? Они нежирные, да. У меня с утра мужчина взял, нет. Вы смотрю, даже по половинкам продаете, да? Ну, я просто беру. Вот как раз это вот КОП-700 половинка, да? Вот они шкурка сразу отличаются. Вот видите, это тоже вот желтизной, это тоже от этих. Ну, это уже все в остатке у меня, все в остатке. Были вот от этих желудки, но я делала, сейчас скажу. А там у вас внутри нет желудков, да? А, все внутри. У них есть, ну не во всех, либо так, либо так. Это 450 уточка, 300 восемь скучки. Дело в том, что, понимаете, я очень много делаю рулетов. Это вот ветчина. Я брала ваш рулет, очень вкусно. Фонарики чистые, вот это вот, чисто, нелюбленные. Три штучки делала, вот просто свилейки. Буженину. У меня остается вот это хозяйство, вот это хозяйство. Вот это даже выгоднее, мне кажется, да? Да, прям, ну, столько возьми с ними, да? И поэтому у меня вот это немножко как бы вот остается. Ну вот от этих курей у меня вот они, а вот это вот от этих. Так, а разрук вы как продаете? Ножки сколько? Ножки 500, а крылышки? То же самое. Спасибо. Это у вас индюшка? Да. А все такие маленькие индюшки? Была большая. И в какую цену у вас индюшка? Это 10 килограмм. И в какую цену у вас индюшка? 500 рублей. А филе, если отдельно? 600. 600, да? А уточка в какую цену? Это 50. Какие у вас цены? Это белый пекин. Белый пекин. Да, это цена индон. А, то есть хотите сказать. А цена у них разная, да? Одинаковая. Одинаковая, да? А перед новым годом? Поменьше. Ладно. А перед новым годом дороже будут, да? Конечно, да. Курочки у вас? 350. Чего у вас дыши? Там внутри шеи. А, внутри все у вас есть. Все поняла. А яйцо? Какое крупное, белое. Да что у вас за курочки? Хочу на дачу завести курочек на лето. Это бролер. Это бролер такие яйца несет? 350. Белый пекин. Белый пекин. Белый пекин. Белый пекин. Белый пекин. Так, мясо я тоже хочу, посмотри. Но сейчас у нас схема курочек. Правильно. Лёх, не закажи. А я меня маленько добавлю. Понятно. Все, здесь говядина. У вас замороженная курочка, да? А в какую цену? 400. 400, да? И это, и это, да? А в какую цену у вас барань? Баранин, вы что хотите? За дочек? Вот это 600. 600, да? А за дочек? Отдам по 600. Да я вот эти больше даже люблю, чем за дочек. А потому что они слаще. Так. 580 тысяч. Нет, подождите, я только нашла на рынок. Шеечка недорого. А какой ценой? 150. 150, но недорого. Есть за дочки 450, кресет, 450, 400. Это все домашнее. Спасибо. Так, ну что, друзья, у меня тут, оказывается, не хватило памяти, поэтому просто уже на фоне рынка я с вами поговорю. У меня не записалась как раз курочка, которую женщина сказала, у нее двух видов курицы шестимесячная и трехмесячная. Шестимесячная у нее где-то вес около 4 килограммов, а трехмесячная 2 500 и 2 800. И что на рынке очень ищут курицу шестимесячную, такую крупную, шестимесячную, уже такую созревшую, что ее берут получше. На первой она очень хорошо, и на второй она там меня учила, как готовить, что надо ее сначала немножко отварить. Бульон как раз будет для супа, это про шестимесячную, а потом в духовку. Ну нет, я свою шестимесячную, пятимесячную готовлю сразу в духовку, она очень вкусная. И весь сок внутри. Конечно, я очень удивлена выращиванием птицы, когда она у них в 3 месяца весит около 3 килограммов, 3 200 где-то. Я удивлена, в 2 месяца она у них весит 2 200, 2 500. Сама выращиваю бролера. Только что закончила забивать своего бролера, которого в 45 дней уже перевела на зерносмесь. И у меня забой был с 50 по 55 день. И вес был практически у всех 3 килограмма, 3 200, ну до 3 400. Это в 50-55 дней. Но я думаю, как надо выращивать бролера? Мелковатые они у них, конечно, непонятно почему. Но я сегодня подходила именно к бролерам, к домашним, потому что на рынке есть и курица по 2 килограмма, по 2 200. Это они берут в магните. Это мне тут же курятники уже здесь рассказали. Опаливают ее там за прилавком и выставляют. Но ее легко отличить. Она совсем без шеи. Там такая тряпочка висит. Но ее вид магазинный. Она такая маленькая. Но и грудка не такая кругленькая. Даже вот таким занимается на сельскохозяйственном рынке. Что уж говорить, даже яйцо магазинное продают под видом домашнего. Хотя и в магазине сейчас большие у нас цены. Как-нибудь сниму яйцо, которое продается в магазине в нашем регионе. А вот во Владимире мне Ирина Мунина говорила, что у них яйцо в магазине по 150 рублей. И домашнее яйцо продается уже на рынке по 200 рублей. Вы представляете? Но они ближе к Москве. Это я вот тут опять подошла к этой женщине. Она говорит, вы надумали или не надумали. Вот который, Арбанайк, из которого я сейчас именно выращивала и убирала. Но, конечно, у меня почему-то не такая сильно желтая шкурка была, кожица броллера. Ну вот и все. Заканчиваю я вам это видео. Думаю, вы посмотрели цены. Пишите, какие цены на домашнего броллера по вашим регионам. Я с вами прощаюсь. Вы были с Еленой Бородиной. На канале я из Солнечного дворика. Удачи вам! Пока-пока!